Тили-тили-ти-тили-ли-тили-ли-ли-ли-ли Обратила внимание, у психологов все чаще звучит слово «зазеркали». Да, стало так. Когда они говорят о подсознании. Да-да-да. То есть, если раньше звучало повсеместно «бессознательное», мы обращаемся в «бессознательное», коллективное «бессознательное» и так далее, куда-то начало уходить бессознательное. Сознательное, наверное, вслед за Фрейдом и его инстинктами, и его нерабочей теорией. И при этом приходит, ну хорошо, что уже приходит сознательное, да? Да-да. Уже приходит зазеркалье. И тогда становится очевидным, что хочешь не хочешь, а психология вынуждена будет вернуться к надсознанию, подсознанию. И со временем принять все то, о чем мы пишем и говорим. То есть психология уже начала меняться? Она начала развиваться. Что начало происходить, Наташа? Материя копирует сознание. Но если мы вернемся вообще к зазеркалью, то ты знаешь, на сегодняшний день мы с тобой обе очень хорошо осознаем, что чем больше мусора у человека в его надсознании, мусора, я имею в виду то, что он взял, вынося ответственность там на коллектив, на еще на какое-то, и он принял чужие мысли, чужие слова, чужое влияние. Чужое влияние. Его надсознание заполнилось, и его надсознание уже разукрасило его жизнь вот этими красками из коллективного. Чужими. Чужими, не своими, его там нет. Появились у нас уже чужие. У нас уже появились чужие, хотя мы осознаем, насколько они свои. Это же сам человек для себя выбрал такой вариант безответственности, и вы на собога создатели себя. На чужого, Наташа. На чужого, да. Смешно сейчас говорить об этом. Но понимаешь, большинство людей, кто смотрит наши видео, они не догоняют, о чем мы говорим. Мне кажется, две дурные говорят о каких-то высокопарных материях. Но ладно об этих материях. На сегодняшний день сколько людей, которые готовы заниматься духовностью, но это их ум уволакивает, сжимает. И человек все глубже изучает какую-то тему. Ему кажется, что он все более духовен. На самом деле он сжимается, сжимается, сжимается. И вот в этих цепких лапах ума он, получается, идет сам с собой в ловушку. И сам играет запутывать себя все больше. В ловушку своего же ума. Эго надувается, при этом он становится духовным. А смотри, если мы возьмем взаимодействие с духовными, с такими духовными, то очень часто мы видим и бездельников, и лодерей, и лентяев и так далее. К сожалению, так и есть. Но при этом человек глубоко убежден, что он трудолюбивый, что он духовный, что он искренний и так далее, и так далее, и так далее. Идет конфликт программ. Объяснить это словами сейчас, большинство скажет, что мы говорим чушь. Это можно только прожить в определенных состояниях сознания. Но доступ к этим состояниям сознания через чистое зазеркалье. Пока там копируется мусор из надсознания, а он же там переотражается. Все равно не просто, что так человек заполнил себя чужим и назвал это чужим, вынес в нее. То и будет производиться чужое. Пока копируется оттуда мусор, то и воспроизводится мусор. Воспроизводится мусор. И человек живет в мусоре. На свалке. На свалке. И при этом люди знают, что есть какие-то механизмы внутри, в психике, которые запускают там. И подъем кундалини, и даже название сказали кундалини. И свет запускают, да. И любовь, и доброту, и так далее. Где-то там знают, то есть знают. И знания где-то там далеко сокрыты. Как ко всему этому привести на практике? Ты знаешь, последнее наше изыскание, когда мы работали со временем. И вообще последнее наше погружение в мир зазеркалья. И те наработки, которые у нас сегодня есть. Те, которые, по сути дела, мы ими завершим книгу «Иллюзионист» где-то там близко. Потому что это прямое создание сознания иллюзий. Прямое. Когда ты вот так, и ты понимаешь, что другого быть не может. Потому что это сознание выдало. Да, это прямое доказательство, я бы сказала. Это как доказательство теоремы. Доказательство, что мы же являемся тем самым иллюзионистом-создателем. Либо иллюзионистом, либо создателем. Либо в два в одном. Что есть два в одном. Ну, ты можешь зайти из ума, из разума. Ты можешь творить фокус и иллюзию. А ты можешь создавать. Ты можешь творить ложь. Ты можешь, да, ложь и лень, либо же. Но, видишь, это все будут слова, пока человек не проживет это. Не проживет. Не проживет на собственном опыте. Более того, смотри, как психика защитилась от вторжения. Вот, например, мы с тобой две такие деловые. И решили собрать людей, провести и зажечь вот это расширение в человеке. И в какой-то момент хлоп, и понимаешь, а без чистого зазеркаления никак не получится у человека. Сперва надо очень многое осознать и изменить. И даже если ты не можешь изменить здесь и сейчас, ты должен знать, как пройти этот этап. И ты знаешь, для меня сейчас получается ответ на вопрос. Вот был там Будда. Будда вышел там из состояний каких-то, да. И вот он дал людям какие-то практики, психотехники. Делайте, и да пребудет в вас счастье. Был Иисус Христос. Был Аллах. Слушай, а чего они все шли одним и тем же путем? Мы сейчас нескромно приходим к тому же. Совсем нескромно. А по-другому-то никак. А по-другому никак. Раньше мы смотрели и думали, ну вот если вы такие умные, почему вы не щелкнули пальцем? А сейчас смотришь и думаешь, блин, а ведь на самом деле тут пальцы... По-другому ты никак просто не щелкнешь, да? Просто эта игрушка настолько крутая. Вообще. Невероятно крутая. От нее просто тащишься. Вот эта игра под названием жизнь, она невероятная. А вот и здесь... Причем полное сознание, что ты играешь сам с собой. Нету никого больше. Но при этом ты сам себе столько переотражений поставил. Вот это так, это так, это так. И знаешь, что меня сейчас удручает немножко? Это вот последнюю концепцию, которая пошла в общество, начиная с 2022 года, когда Нобелевскую премию вручили по физике троим исследователям. И стало очевидным, что именно сознание наблюдателя определяет реальность. И ты можешь назвать эту реальность локальной, либо субъективной. То есть в каких-то локальных пределах ты можешь создать объективность, но за пределами объективности ты никуда не денешься от субъективности. То есть становится очевидным, что сознание все создает. И уже сюда квантовая физика давно приходила, и безответственность человека настолько велика, что человек до сих пор не может взять на себя ответственность за свою реальность. И принять, хотя уже даже Нобелевская премия вручена. И вот смотри, и вот тут же приходит новая теория, теория симуляции от Илона Маска. Что это такое? Это тот же самый вынос ответственности. Это те же самые, эти вот только вид сбоку. Ловушки, 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 да? Ловушки, ловушки. Ловушки, карманы времени. Это вот ловушки сознания, карманы времени. Опять на какое-то время будет работать только уже теория симуляции. Какая теория симуляции? Что вы говорите? Вы можете использовать симуляцию для того, чтобы вот дурному показать, что он не берет ответственность за себя. Но в принципе, если сознание развитое, то оно сразу говорит, это я создаю. И я создаю этот карман для того, чтобы получить вот этот опыт из этой игры. Вопрос, как создается карман, и какие процессы в нем протекают, и как ускорить эти процессы. Но это, кстати, мы сегодня на практику, и в теории, и в состоянии это разложим. Но это одно дело разложить, другое дело, ты же сразу из этих карманов выпадаешь в то, что твоя жизнь точно такой же карман. Это точно такое же, да. Карман времени. Точно такой же. И кажется, тебе некий бог отвел жизнь, а иначе как же ты можешь жить вечно? Так вот вопрос, а как же жить вечно там? Ответ на него. Вот в этих состояниях. Другой момент, как это запустить в своем физическом теле? Потому что оно уже у тебя есть. Да. Но для этого будет два дня следующих. Где сперва зазеркали, без него ничего не будет, грязь надо убрать. И туда надо войти. А уже после этого сделать те процессы для того, чтобы твое сознание все-таки по-другому... Вспомнила себя создающим. Создателем. Вспомнила создателем. А понимаешь, ты говоришь, вспомнила создателем, но там же сразу ты вспоминаешь все свои жизни. Все свои жизни, да. Да. А теперь смотри, какой ресурс мозга должен быть под это. Не 5%. Не 5%. И вот сразу... Кто это сказал? 5%? Ум. Не очень умный ум. Ну, понимаешь, вот опять-таки, я когда думаю, ты идешь с человеком, да, у нас есть люди, благо есть люди, которые с нами много прошли, и которые войдут в эти состояния, у них получится, и получится вот этот подъем, это расширение, и это вспоминание. Не получится с первого раза, получится с десятого, у них останется видеозапись. Более того, будет наша помощь вот в этом процессе. будут те, которые столкнутся с тем, что, извини, сперва вот здесь надо наработать. А это постепенный процесс. То есть, твои нейроны не появятся в одно мгновение. Вот так. Но не появятся. Это то же самое, что у первоклассника, так хобана, и не включится знание физики, математики, химии одновременно. Надо будет одновременно сперва освоить физику, математику, химию постепенно. Еще до этого научиться читать, узнать алгебру, геометрию и так далее. Сложнейшая тема. И ты знаешь, на чем я сегодня себя словила? Что у нас с тобой вспыхивает новый интерес. И это уже стопроцентная развлекаловка. Вот просто развлекаловка. Просто стопроцентная. Вот. Фраза, да. Когда ты осознаешь эти возможности сознания, ты все, ты переходишь к разряду Стеба. Играем, играем. Играем. Да. Это знаешь, вот как ты сейчас говорила про то, что ребенок математику, физику не вспомнит в одночасье, вернее, не выучит в одночасье. Но почему я сказала вспомнит? Потому что на самом деле мы все это вспоминаем. Это все об этом. Да. И когда запускается вот эта память, начинается вот этот рост нового тела, да? Нового знаний. Да. То, что мы сейчас с тобой, мы понимаем, что у нас сейчас развлекаловка. Я к этому веду. Либо скопирование, либо копирование. Смотри, это так же, как мы выучили математику, физику, химию там, да? То есть мы с тобой на самом деле, наше сознание вспомнило все знания. То есть мы, знаешь, уча, проходя в это в интересе, мы сами себя обучали. Мы вспомнили, вспомнив все это, кто создатель, да? И создаем теперь. Понимаешь, как интересно? Ну, теперь ты осознаешь весь процесс. От момента рождения мысли, как она рождается в голове, до момента, как она проявляется. Как она проявляется. И сколько времени ты отведешь на проявление. Да, да, да. А то, что она проявится, мы это знаем точно. Только в каком виде она проявится. И это ты будешь просто наблюдателем своего проявления только у кого-то или ты сам. Вот это разные вещи. Да. И смотри, как со временем. Ведь зачем исследование времени это было. Помнишь, когда мы смотрели человека и говоришь, ну, вот, там, вот этот человек, у него тут жизнь не осталась на три дня, да? А реально осознавал, что наши три дня, которые мы видим в психике три дня, они где-то растянутся, ну, на месяц или на два, да? Можно потом сказать про медицину, что она там хорошо работает, еще про что-то. Но по факту это оставалось так. Были моменты, когда, вот даже в самолете, когда мы летели, помнишь, когда мы, заметь, сейчас отступлю немножко от этой мысли, когда у нас ломка началась, смотри, помнишь, ты работала с человеком и, ну, остановила его инкарнационный срок. А, да, да, да. А потом мы с тобой в самолете разговаривали насчет того, что вот опять наше вмешательство, ведь родственникам придется мыть жопу, ухаживать за ним и так далее. Если посмотреть с позиции его сознания, то будет расти озлобление, негатив и так далее, и это приведет к инвалидной инкарнации следующей. А сейчас, если он будет перетекать, он перетечет в здоровое тело, ему можно помочь. Но это выглядит снаружи, как смерть. Ай-яй-яй, горе для семьи, а с другой стороны, это офигенный вариант для него. А для сознания это офигенный вариант, да? Да. И таким образом наше вмешательство, оно создает дополнительную ловушку, которая приведет к негативным последствиям, если посмотреть в более широком масштабе. то есть он будет вязнуть еще больше сознания, будет уходить в вязкость рода, кстати, заведите. Рода, да. И тогда мы отпустили это сознание. То есть убрали преграду, позволили. Да, да, да. Между работой, отпусканием и его фактическим уходом прошло там, сколько, три недели. Или две. Или две. Три где-то. Уже мы столько давно вернулись, я уже не помню. Ну, это мы летели туда, когда в самолет. А, мы туда летели, да? Я уже не помню. Мы туда работали, сидели вдвоем, когда мы гоняли вот эти оплодотворения. Да, да, да. Все, тогда да, правильно. В чем-то цепляли. Я уже помню, да, да, да. А вот. Так вот смотри, то есть сознанию все равно понадобилось время на завершение процесса в теле. И все получилось в гармонии. Да. Сам подход, когда ты смотришь на жизнь человека, вот с этого восприятия, дорогая, это ведь восприятие Бога, по сути. Это не восприятие человека. Я на днях попробовала на эту тему поговорить с мужем. Его лицо сперва было удивленное, потом у него был шок, а потом он просто ничего не мог говорить. Он шатался, просто как в виду и шатал. Говорю, ладно, все, молчу. Давай я с тобой на эту тему говорить и буду. дабы не смущать твой ум своим безумием. Но ведь точка сборки где? Это восприятие Бога. Да. Ты целостно видишь жизнь человека, ты целостно видишь инкарнационный цикл. Ты видишь это, да, вот оно, прямо перед тобой, как шахматная доска. Вот это восприятие, конечно. И при этом, смотри, состояние. Ведь это состояние абсолютной любви к человеку. Конечно. И ты не... И свободы. И свободы. И здесь исчезают из поля зрения люди, которые... Ой, спасите там того, сохраните там того, там еще какую-то жизнь, еще... Да. Это безумие лезть в чужую жизнь, это безумие лезть в чужой инкарнационный цикл, это безумие. Зачем? Творите свое безумие сами. Если вам того хочется, вспоминайте. И на пути, пока вы вспомните, кто вы есть, по сути своей, вы можете творить любое безумие. Это ваша развлекуха. Вы еще и в карме находитесь, поэтому вы потом за нее и отгребать будете. Это же ваша игра. Это ваша игра. Ваша игра. Да, ваше болото. Вязкая, вязкая, вязкая. Вот, муха в меде. Да. Молотит лапками, она может вылезти, а может утонуть. Это выбор мухи, которую она, кстати, не осознает точно так же, как и большинство людей, не осознает свою жизнь. Так вот, возвращаясь ко времени, мы же тогда не задумывались, вот, а как мы отводим время? Как вообще формируется время? Как сознание создает время? Сегодня мы это дело разложили целиком. Кстати, на практику сегодня мы его и разложим целиком. Вообще. Вот просто цепочка, как это происходит в сознании. Как это работает с материей. И дальше точно так же надо положить на продолжительность жизни. Все. И кто же, да, тут просто... И где же закладывается эта продолжительность жизни? И кто же это закладывает? И где же это... И смотри, какая подмена. Мы искали программы старения. А это всего лишь увеличение кармана времени. То есть не просто вирусная программа старения. Программа старения – это еще один капустный лист, который сжал. Все больше и больше сознания сжимает, вязкость создает. Сон сознания. Да. Чем больше ты вот этих снов уберешь, тем дольше твоя жизнь. Потому что ты просыпаешься. Ты просыпаешься. Ты просыпаешься во сне, потом просыпаешься во сне, потом просыпаешься во сне. Потому что ты всегда... Да, да, да. Блин. Так все очевидно. Ой, вообще сегодня очень будет круто. И смотри, как параллельно очевидным становится, почему китайские строения имеют такие формы. Да, да, крыши. Когда архитектура пошла, вот это... Это просто. Я вообще в шоке была. Думала, как все просто. Это не просто люди там, рисовали маленьких человечков и красивые крыши зданий. Это просто они даже через форму пытались передать суть, как происходит процесс. И тогда понимаешь, что в истории уже было дохрена людей, кто просыпался на каком-то уровне сознания. Да. Вопрос, что было дальше? Смогли ли донести, разводить остальных или опустили лапки и снова в мед опустились? Точно так же, как и у нас выбор. Мы вот две такие, которые будут развлекаться, или ты научишь большое количество людей, или ты вообще закинешь мысль о том, чтобы пошла земля богов и она пошла расширяться и земной шар был земным шаром богов. Да. А смотри, вопрос твоего расширения. Твоего расширения. Вопрос твоего интереса. Что нами движет? Интерес. А теперь смотри, муха, которая барахтается, да, она барахтается на инстинкте самосохранения выплыть, да, но пока она доплывает, она устает и снова лапки опускаются и она уходит на дно. Это человеческая жизнь так напоминает, да. А когда ты в интересе, смотри, мы с тобой очень хорошо это знаем. Это выстрелырезающее пространство. Пространство и время. Мы очень хорошо с тобой знаем, когда мы объем информации получаем, и мы, ух, как интересно, да, мы растем. Лапка не шевели, потом неинтересно дальше. А потом, смотри, вот, вот она двоечка, не один, а двоечка. Смотри, а потом что? А потом, мы начинаем чувствовать, знаешь, вот это, такая, зависание, блин, а хочется нового что-то. И потом так, раз, у нас появляется, а потому что интерес продолжает валить, да, и потом новые, у нас новое открытие, мы опять, и опять. То есть, мы не даем себе друг другу упасть на, снова в мед опуститься, назад. Но мы еще какие перебивочки делаем? Мы делаем путешествиями перебивочки? Во-первых, путешествиями. Во-вторых, Наташка, тем, что мы делимся и в книгах. Что мы делаем? Материю. Прошиваем материю. Прошиваем материю. Ступенечку, да, мы скидываем курсы, книги, практикумы, это все стримы, да, это все уплотнение материи, то есть, мы не уходим на дно, мы не прячем эти знания, да, а мы ими делимся, и мы таким образом себе ступеньки для новых открытий, для новых открытий. Смотри, что мы с тобой еще делаем? Мы от материи не отказываемся. Никогда. Можно было уйти в духовность, сказать, мы такие духовные, ни хрена. Первые полдня у меня стройка, да, отпахал физически, пошел сюда, да, и вот так постоянно. Стройка закончится, придет дальше. Так жизнь так и построена. А жизнь так и построена. Если ты оторвешься от материи, да, то ты уйдешь в искажение. Да. Если ты оторвешься от сознания, ты точно так же уйдешь в искажение. То ты слышишь тоже уйдешь в искажение. В сон. И тебе приходится, хочешь держать баланс правой, левой, правой и левой. Иначе... Наше тело об этом даже говорит. На одной ноге ты не попрыгаешь. Не попрыгаешь. Правая, левая, правая, левая. Вот это и дает равновесие. Ты пашешь, улетел отдыхать, да, там, путешествовать. Пашешь, улетел отдыхать. Вот она пара. И здесь материя сознания. Мужчина, женщина, мужчина, женщина. И скажи, после этого, очень важно, это как это, не важен брак. Все, ты ушел в искажение, жизнь окончена. Да. Только в паре мужчина, женщина. Жизнь продолжается. И не мужчина, мужчина. Да. И не женщина, женщина. То есть не левая нога и левая нога, а не правая нога и правая. Да, вдвоем на левую или вдвоем на правую. Да, да, да. Правая, левая, правая, левая. Инвалиды, блин. И тогда есть здоровая, здоровая жизнь. Да. Вот оно. Да, это все в гармонии. Вообще, невероятные вещи и сегодня, и завтра на курсе, на самом деле. Но мы скинем очередной блок информации. Да. Причем смотри, каким образом скинем. Ладно, сегодня, ну ладно, да, по карману времени. Потому как образуется время, сегодня мы разложим максимум. Да, то есть это уже будет понятно. Даже для новичков понятно. Кстати, для них бонус, потому что видеозапись для участников сохранится. Мы не будем закрывать эту видеозапись. А вот для тех, кто пойдет на курс, там ждут вкусняшки. И для тех, кто уже с нами много прошел, именно для тех, кто прошел снова, мы, то есть уже пройдены наши последние программы, сложные. И, ну вот, там будет сколько мы людей сможем взять из наших старых учеников. Мы даже в личную работу немножко возьмем, поможем. Не всю группу, несколько человек, кто из старых, кто из новых, будет бесполезно работать, пока нет работы на зазеркалье. Но у них будет психотехническая база по зазеркалью и возможность то же самое проделать с собой самостоятельно. Но это, это возможность работы. И при этом, знаешь, что еще, какая возможность на курсе будет? Это как, как зажечь луч фонарика, вот он, луч, рассекающий пространство и указать путь сквозь зеркала на самом деле. Это вот как запустить луч и человек увидел путь и потом пройти самому. Ну, это нечто, это будет для тех, кто новичков, либо для даже тех, кто проходил с нами. Это, вот я прям сейчас это осознаю. То есть, это запускание вот этого луча в пространство и время. Ну, вообще, вот эта программа, это запускание луча и в молодости, и в здоровье. Мы-то доходим до точки, когда вот, ты пришел в точку, осознаешь, а теперь закидывай, что ты хочешь. Да, ты осознаешь себя создателем. Ты земля спахана сей. Да. Вопрос, какие семена ты будешь садить? И вот здесь зависит от того, ты из ума заходишь или из сознания заходишь, из разума. Из разума, да. Так вот здесь есть возможность зайти из разума, из сознания своего. Блин. Вот, кстати, вот эту программу мне бы хотелось закрыть со временем, дабы не было тех, кто пришел только на нее и попытался взять умом, когда ум пытается опять захватить сознание. Он всегда создает ловушку. Он искажает. Создает сознание ловушку. Да. Потому что иначе будет будет обесценено во времени. Ну, туда во времени можно будет закрыть. Потому что ум свое дело будет делать. Тогда надо сперва быть готовым, чтобы приходить на такие вещи. ловушку. Я сейчас... Потому что то, что услышат люди на курсе, это очень большое расширение сознания. Это как просто увидеть себя создателем и потом... Или увидеть... Увидеть, да, правильно. Увидеть и потом прийти к себе создателю. Просто, понимаешь, стоит перед глазами лицо мужа, когда вот мы с ним начали говорить про жизнь и смерть, про инкарнационный цикл. Вот с этого расширения Бога, когда ты эти вещи говоришь, для нас это все абсолютно легко, спокойно. Мы сразу... Тьфу, целостно, смотри, вот здесь такой расклад будет, здесь такой. И что здесь спорить, если это очевидно, да? Для нас очевидно. Очевидно. Это касается жизни, это касается тех же самых политических раскладов, экономических раскладов и так далее. Это все очевидные вещи. Ты видишь шахматную игру целиком. А теперь смотри, я просто видела, как исказилось лицо мужа, да? Теперь смотри, вот человек приходит на такую же программу впервые и начинает слушать. Он пытается то же самое, что мы даем, взять умом. Да это Алиса в Стране чудеса. Наверное, та книжка была на вид. Это безумие, да, дурдом. Молодцы, сумасшедшие. Смотри, какая разная, такой вывертыш. Вывертыш. Или на самом деле с позиции ума, ты вот сейчас осознай, с позиции ума действительно такое, знаешь, сумасшествие. Да. И даже страх на этом, какая защита срабатывает. Да, да. Такой вывертыш. Вопрос, в какую сторону срабатывает защита? Где защита от дурака? Да, да, да. Вот он вывертышит. Да. Вот поэтому, кстати... Тогда хочется сказать, спи. Да. Вот, и махнуть рукой. А ты ведь машешь рукой на свое зеркальное окажение. На свое зеркало и уходишь мухой на дно. И уходишь мухой на дно. Меда, да. Да, да, да. Вот ошибка Иисуса, и Аллаха, и Будды, и всех. Опускание рук. Опускание рук. Вот она, и один. Будда, один. Да? Я. Ну, но. Даже сама жизнь, вернее, как сказать, ну да, сама жизнь показывает, что жизни, вот жизнь показывает, жизни не будет, если не будет мужчин и женщин. Ум скажет, уже разрабатываются там матки искусственные, которые будут... И тут же возникает страх. А как же мы будем рабами искусственного интеллекта? И все, пошло создание тупой игры в рабов. Ну, был раб Божий, теперь будет раб искусственного интеллекта. А кто-то будет страх, а кто-то будет, о, да, это же хорошо, мне не надо там то-то делать, или там, а как же вот те, кто не могут забеременеть? Блин, люди засыпают чувства. Таким образом засыпают чувства. Новая оболочка, новые капустные биски, и все, ты меньше, меньше, меньше чувствуешь, тем меньше ты создаешься. Раб Божий и робот, это одно и то же. Один в один. Да. А будет раб искусственного интеллекта. Это следующий уровень оболочки. Бога. Сын Бога. Раб Божий искусственного интеллекта. Уже над Богом будет искусственный интеллект. Да, да, да. И все будут в симуляции. Это новый слой. Да. А, будет Бог. Инопланетный. Ну, да. А еще инопланетян сверху надо приклепать. Ну, чужие. Все, пошла игра. Ну, какая разница, кого ты чужим нанесешь, что назовешь. Это же все не ты. Так сейчас так, сейчас так это активно, прям активно, вот эти инопланетяне. Новая игра. Новая игра, конкретно в этот, что-то Илон Маск там, что-то новое придумал. Илон Маск там идет. Все эти игры могут быть из США. Что-то новое тоже пошло уже. И ты знаешь, есть еще одна интересная тема, ладно, она не публичная. Блин, здесь можно очень круто развлечься. Вот так ум качает спящему сознанию сон, и сознание создает спящее. И в этом с ней спит. И все глубже-глубже уходит. Уходит на дно. Да, а материя сжимает, сжимает. Ну, тогда будет перезагрузка на другом уровне. Ну, так же, как человек умирает. Да. И вот Вселенная или эта галактика взорвалась и будет новая галактика. Какая разница, на каком уровне идет распыление? Вообще никакой разницы нет. Все по уровню, по образу и подобию все идет. Один в один. Так же и тело, старое тело ссыхается, да, сжимается, сжимается, сжимается. Перезагрузка. И вот уже новое тело. И в этом новом теле есть память о всех абсолютно телах. Вопрос, хватит ли ресурса это вспомнить? Ума не хватит. Не хватит, потому что, ну как же, ум качает 5% мозгу, только дает окошечку, знаешь, дырочку такую. Ну, все. Спи. Спи, да. Как это? Это 5%, как я сейчас вдруг увидела это. Как этот укольчик такой. Чтобы была возможность, блин, ладно, не на камеру, сейчас соображаю еще одну штуку офигенную. и я поняла ее сейчас прям. А смотри, наша психика как огромный, офигенный кроссворд, который мы разгадываем, разгадываем, разгадываем и тащимся. Потому что, реально, это все создание нашего сознания, это все. сперва наше сознание создает психический мир, а потом психический мир создает физический мир. Физический мир копирует психический мир. Это копирование. И поэтому наши дети копируют родителей, по-другому не могут быть. Не может быть. Они пришли, физическое тело пришло, у них психический мир не сформирован. Вот оно, копирование психического мира родителей. И вот мы видим, что накопировал То ты и видишь Какой родитель псих Точно так же Ой, папа побежал, ой, мама побежала Только папа, мама, когда ребенок здоров А когда ребенок аутист или болен Не, наш же папа не аутист Ого, давайте посмотрим На психический мир папы или мамы Там найдешь всю красоту Того, что ты видишь в отражении Своего ребенка И можешь не прятаться и не говорить, что это не так Это так, не ври себе Потому что чем больше ты врешь, тем больше ты тонешь Как только ты начнешь Говорить правду, ты начнешь всплывать И никак иначе Искренность Только искренность поможет Людям проснуться и выйти Искренность, вот этот огонь Если он зажигается, человек просыпается По-другому не будет Вот она искра, любовь, свобода Вот она, как зажечь Чистота, на самом деле чистота Как зажечь Вот смотри, на уровне физического тела Мы догнали, как это сделать Но ведь по подобию Можно брать больше контур Почему не поразвлекаться? На курсе можем развлечься Если хватит времени Хватит времени, да Да может, курс настолько будет насыщенным Ну, все зазеркалье за один курс Все не влезет Но, во всяком случае, основа Миг не разложим А основу можно разложить Да Блин, как интересно Но опять-таки Мы вот эту часть сейчас Заметь, как мы сейчас Систематизировали, зазеркали Уплотнили, ужали Все под улезионисто Когда тебе не надо брать все подробно Теперь ты выбираешь то, чем ты будешь работать конкретно Мы же, когда учимся писать в первом классе Весь первый класс для написания буквы «А» Не используем там «Б» Мы уже конкретно берем букву и пишем Точно так же и здесь Когда ты уже натренировался И у тебя есть база Ты можешь это все теперь вжать В систему запустить И уже от этой системы сделать следующий шаг Заметь, когда-то точно так же был систематизирован гипноз В книге управления восприятием И после этого сделан шаг в инфодайвинг Не было бы гипноза Не было бы управления восприятием Не было бы этого шага Шаг сделан Сейчас мы вышли на следующий уровень Сейчас мы можем делать следующий шаг Мы уже систематизируем инфодайвинг Угу Ну да Есть засыпание Есть пробуждение А есть игра днем Развлекайся как хочешь Вот это создавай Следующая книга наша будет создать Сто процентов Прям вообще Потому что первый ступор А что создавать будем Привет, создатель Ты пришел сюда К себе Начинаем И пошла книга Блин Что создавать будем И знаешь, какая книга будет Привет, создатель Ты пришел сюда К самому себе Создаем Создаем Переворачивает страницу А там чистые листы Создавай Блин, вообще Я не понимаю Вопрос Что ты писать будешь На чистых листах Понимаешь Вот сегодня у тебя есть точка Да А когда ты Смотри Когда ты не прошел этот путь Когда ты не осознал себя создателем А взял эту книгу и открыл Что ты будешь писать? Ты будешь писать программу ума Хочу машину Хочу квартиру Хочу мужа Хочу еще Ты будешь писать программу ума Хотелка такая Хотелка такая ходячая Эго такое Да Плевучая А если мы говорим про создание То ты открываешь эти страницы И что писать будем А мне уже Мне уже Понимаешь Я понимаю Что мы пришли в эту точку Вот сейчас идет сжатие Систематизация инфодайинга А дальше создание И уже слово инфодайинг Можно убрать Угу Потому что когда ты утром проснулся Вот ты Пробуждение Вот он инфодайинг Да А потом ты открыл глаза Встал И что ты пошел? Чистить зубы Одеваться Собираться И День тебя ждет Да Как развлекаться будем Чтоб день в кайфе прошел Да Вот этот Вот этот переход сейчас Вот на него сейчас надо выйти Вот А для этого надо Чуть-чуть отдать Как потянуться И как открыть глаза Все А самим И здесь нет места Лени У Создателя Нет вообще Как только появляется у тебя лень Все, ты пошел спать Да Создатель Он И тогда мы приходим к тому Что Создатель не спит Никогда Никогда Как только он уснул Ум захватил его Угу Вот оно Разум Что мы давали на курс Когда разум Помнишь А потом близь Пошло То есть Автоматически И ручное Автоматически И ручное управление Автоматическое И ручное Как только Создатель Ушел Дал возможность Автоматическому То есть пошел спать Все он заснул Только ручное управление Тогда Очень четко Стоит вопрос Про инкарнационный цикл Да Да Развлекуха Только начинай цирк Да Потому что Инкарнационный цикл Он появляется Тогда Когда Создатель Засыпает Вот он Гипноз пришел Пора просыпаться Смерть Пора просыпаться Товарищи Мы давно спим Мы мертвый мир Уже давно Больной и мертвый Больной и мертвый Причем Когда Зомби Ходячий Стал совсем больным Тогда стало очевидным Что Надо с этим что-то делать Смотри Как он перевран Врач Да От слова врать Кому врать Доверяют И даже А ведь Ты даже не задумываешь И столько стеба На самом деле Прописано И в словах И везде И ты вот Эти моменты Ловишь Я не знаю Я последние дни Вообще хожу Как это умалишенное Да И ржу постоянно Но это Это развлекуха Вот эта жизнь Это развлекуха Сплошная развлекуха А теперь возьми Замени слово Доктор Доктор Собачье сознание Тор Да Собачье Животное сознание Животное сознание Вот смотри Как ловушка На таком языке тоже Да На таком Врач Врать Да Хорошо Мы заменим Люди будут О, доктор А на самом деле Доктор Наук И на этой Прекратной ноте Давай Закрывай А то нас понесет Мы разложим Все напрочь Все ложь Искажение Ума Блин